Человек стоит на высшей ступени эволюционного развития и вместе с тем до конца он себя так и не познал. Лучшие умы человечества развивают такие науки и учения, как медицина, философия, астрология, хиромантия и в нашем случае физиогномика. Все для того, чтобы лучше познать человека. Сейчас вы все получили вот такие вот листовочки, где сверху вы видите схематичное изображение лиц женщины и мужчины и на них цифры. Как вы уже догадываетесь, эти цифры обозначают года. Пару слов о том, почему именно так располагаются года. Период от зачатия и до 13 лет отражается на ушных раковинах. Причем здесь идет сразу же кардинальное отличие мужчин от женщин. Дело в том, что у женщин нумерация начинается с правого уха, а у мужчин с левого. Почему так происходит? Оказывается, при рождении у девочек более развито левое полушарие головного мозга, как ни странно. Именно поэтому девочки первее начинают говорить, у них больше способности к обучению. И несмотря на то, что в дальнейшем ситуация выравнивается и даже меняется в какой-то степени, ни для кого не секрет, что женщины уже более эмоциональные существа, а мужчины больше живут логикой. Вот на момент рождения у девочек более развито левое полушарие головного мозга. И оно отражается на правой части лица. Поэтому, ну вот чтобы нам запомнить лучше, ну шутка такая, женщина всегда права, мужчина идет налево. Период с 14 лет и до упора отражается уже на лице. Здесь идут механизмы, кроме вот этого механизма, который я описала справа налево, слева направо, включается еще механизм сверху вниз. Почему именно сверху вниз? По мере появления на свет и задействования биологических процессов, судьба как бы спускается на человека и откладывает на его лице определенные метки. Здесь я приведу слова одного из первых физиономистов, Гаспара Лафатера. «Лица настолько доступны чтению, насколько это присуще книгам. С одной лишь разницей, они быстрее читаются и меньше нас обманывают». Вот полностью с ним согласна. Нашему брату-физиогномисту нужно учитывать абсолютно все. Любые ямки, любые выпуклости, любые пятнышки, прыщики. И в данном случае мы будем рассматривать шрамы. На лице имеют огромное значение. Что такое шрам? Шрам – это рубец от зажившей раны. Ну, как вы понимаете, раны себе никто сам никогда не наносит. Раны получаются совершенно случайно. Здесь я обращусь опять к классикам. Станислав Ижелец сказал «Я верю в безупречно точную случайность». А Вольтер сказал «Случайностей не бывает. Все в этом мире. Либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Вот шрамы – это предвестие». И еще несколько слов. Предположим, человек получил травму, получил рану. А дальше ситуация может развиваться по двум сценариям. По первому сценарию человек не парится. Он упал, поднялся, отряхнулся, пошел дальше. Его это абсолютно не беспокоит. Никаких комплексов, никаких зажимов у него не осталось. В таком случае эпидермис обладает хорошими регенерирующими свойствами. И шрама может даже не остаться. Как рассказывала в одном из интервью Анастасия Приходько, у нее было много шрамов, потому что она в детстве много дралась. И они куда-то исчезли. Вот это пример успешного прохождения вот таких вот вещей. По другому сценарию, если у человека образовалась рана в результате какого-то несчастного случая или еще чего-то, у него осталась какая-то нерешенная проблема психологическая. Она может быть наружи, может быть внутри. Но все равно, если она осталась, человек как бы запустил бумеранг, который вернется к нему в определенном возрасте. А в каком возрасте, смотрите по этой схеме. В прошлом году осенью меня пригласили в программу «Доброе утро» для того, чтобы я охарактеризовала нескольких героев Советского Союза. Среди них был Юрий Гагарин, Левитан, Валерий Харламов и еще несколько человек. И что мне сразу бросилось в глаза, это вот обратите внимание, у него под правой бровью с внешней стороны шрам. Посмотрите по схеме какому возрасту он соответствует. Кто мне скажет? 33. Как известно из его биографии, он погиб в ДТП в возрасте 33 лет. Ну, я подумала, это случайность. Но все равно любопытство меня повлекло дальше. И когда я рассмотрела Сергея Бодрова, я на всех фотографиях видела, что вот видите, у него брови такие густые. А вот левая бровь в начале имеет разрыв волосяного покрова. Ну, вообще визуально это очень напоминает шрам. Посмотрите, какому возрасту это соответствует по схеме. 30. Он погиб в 30 лет от схода ледника, как вы все знаете. Но тут судьба мне самой преподнесла пример. Еще один эпизод. Это моя подруга Оксана. В прошлом году, 20 октября, она погибла в ДТП. И когда я рассматривала наши фотографии, я увидела вот на одной фотографии пятнышко. Я позвонила ее сестре и спросила, были ли у нее шрамы на лице. Она сказала, что в детстве Оксана упала с качели, и у нее был шрамик на лбу, который вот я лично, я его не замечала, когда мы общались. Ну, во-первых, она всегда с челкой ходила. А во-вторых, вот я не обращала внимания тогда. Ну вот, как видите, посмотрите вот по схеме, какому возрасту соответствует. Это тоже к 30 годам относится. Это не на брови, но чуть выше. Вот видите, вот бровь и вот здесь вот шрамик. Она погибла, ей было 30 лет. Не всегда. Вот я, кстати, это обязательно скажу в конце. Не всегда. Но это знак, понимаете? Он не всем дается, но если он дам, то нужно с этим работать. И у меня есть примеры, как это все успешно проходится. Далее, актер. Леонид Быков. А значит, здесь я не буду вас томить, он погиб в 50 лет в ДТП. Возраст 50 лет, по схеме посмотрите, это носогубная ложбина. Это вот прям по центру должно было быть. Но почему-то там я не увидела никаких повреждений эпидермиса. Чуть в стороне, в возрасте 51 года мы с вами можем видеть вот такую вот вмятину какой-то причудливой формы. Вот на всех фотографиях это прослеживается. Ну, естественно, вы понимаете, что это она неестественным путем появилась. Видимо, здесь имел место быть шрам. В этом году, 8 апреля, в Нижнем Новгороде, было ДТП, где погибли трое подростков. Вот они. Это вот из интернета взято. На листовках, кстати, вот группа ВКонтакте, где вы сможете сами найти их фотографии. Их друзья создали ВКонтакте группу памяти погибших 08.04.2014. Прям легко найти. Вот видите, вот это место, как раз им было по 18 лет всем. Это были одноклассники, я читала. Вот в возрасте 18 лет вы видите три пятнышка у нее на лбу. Я не знаю, что это было, может просто прыщики. У этой, у Алены, я не нашла знаков. Вот. Может быть фотографии некачественные, может быть обработанные, а может и не было. А у Николая, вот видите, родинка вот здесь. Родинка соответствует 19 годам. Можно сказать, что эта система все-таки имеет какие-то погрешности. Но вот плюс-минус год, это, видимо, все-таки она включает в себя. Но самое интересное получилось с Юрием Гагариным. Ну, изначально, что мне понравилось в его лице, очень открытое, как, знаете, как читаешь, как книгу по его лицу, его биографию. Потому что вот, например, в возрасте 27 лет, это на переносице, видите, там такой бугор. И на нем, ну, небольшие такие вмятинки. Как известно, свой полет он совершил 27 лет. И в полете было много таких ситуаций, когда он чуть не погиб. Но все прошло успешно. И, как вы видите, вот это знак того, что в жизни человека произошла большая удача. Вот этот холм. И меня, ну, очень сильно, как, заинтересовало, а почему у него нет шрама? Ну, он погиб от несчастного случая в 34 года. У него должен был быть шрам под левой бровью. Но я не видела. Ну, да, они не одинаковые, эти брови. Ну, и что? А так вот четкого шрама я не видела. И в разговоре со своим другом я поделилась. А друг оказался очень начитанный. И он сказал, а ты что, не знаешь? А у Гагарина была рассечена бровь. Я обратилась в интернет и нашла статью. Ну, оказывается, да, действительно, через полгода после полета он отдыхал с семьей в Ялтинском санатории Форос и неудачно упал. И рассек, вы не поверите, левую бровь. После этого пластические хирурги ему восстанавливали эту бровь. И в итоге, вот вы видите, что все-таки восстановили. Но было четкое указание Сапкором не фотографировать его с левой стороны. Представляете? Вот знак, оказывается, был. И он появился после того, как он совершил свой полет. Знаки эти есть не у всех. И даже наличие знака не говорит о том, что этого избежать нельзя. Вот парень, с которым я общалась, ему было на тот момент 25 лет. Шрам соответствовал 23 годам. Я спросила, а ничего ли... Ну, вот этот шрам у него с детства. Он там упал, ну, как бы, как у многих детей. Я спросила, ничего не было ли у тебя в жизни в 23 года? Он сказал, нет, ничего. А потом в процессе разговора выяснилось, что человек в 22 года занялся йогой и самопознанием. Ну, вот вам разгадка. Нужно заниматься саморазвитием, нужно... Ну, если есть шрам, нужно развиваться. Вот и все. Вообще мы здесь для чего? Для того, чтобы учиться, проходить какие-то уроки. А кто-то просто живет, да, ест, пьет там, и как растение, да. Вот чтобы переделать свою жизнь и начать учиться. И вообще, вот насчет бояться. Человек — это единственное живое существо, которое знает, что умрет. Боже, как мы живем? Я не знаю. Заживем же ж. Я там обещала, что расскажу про причины конфликтов. Знаете, что мы конфликтуем, вот, судя по лицу, потому что мы чем-то не похожи. Как кто-то из великих сказал, мы должны быть чем-то похожи, чтобы понимать друг друга, и чем-то непохожими, чтобы любить друг друга. Вот то, чем мы не похожи, это часто в обычной жизни приводит к конфликтам. И я приведу на примере носа. Например, у всех у нас носы абсолютно разные. Но нос — это такой орган на лице, который, у него нет такого «возможно» или еще, или надо подумать. У него «да», «нет», четко определяет. Мы вообще все в жизни определяем с помощью носа, и партнера, и работу, и вообще места жительства. Абсолютно все мы выбираем с помощью носа. Мы это не осознаем, но нос сразу дает сигналы. Это способность человека вообще воспринимать информацию и тяга его к информации. Нос. Нос, он всегда, вот, у любознательных людей, он стремится вперед. Вот Буратино — это как раз пример любознательности. И я замечала, что у людей в процессе жизни нос растет. Причем у людей, которые занимаются именно своим накоплением знаний. А вот с маленьким носом люди — дело. Они не будут заморачиваться какими-то подробностями. Вот есть дело — он пошел, начал выполнять. И поэтому, кстати, самый большой конфликт у людей чаще всего бывает у разноносых. Потому что коротконосый не может понять длинноносого. Вот заметьте, сейчас собрались все, да, у всех достаточно длинные носы. Вот коротконосых никого нету. Я снималась с Тарзаном, и у него нос, вот он показал армейские фотографии, и я вижу, что у него нос в армии был намного меньше. — А вот то, что Кристина Робокарь укротила себе нос, это будет какое-то значение? Вообще, что мы делаем пластические операции, мы делаем рецепт, а потом... — Как сказать? Вообще, да, с одной стороны, имеет значение для проецирования, но для себя все равно остается так, как есть. И даже бывает, что делается хуже. Я, например, опять снималась, ну, с одной девушкой, которая сделала себе губы. И я говорю, ну как, а губы — это чувствительность. И у нее такие губы. Она, бедная, еле говорит вот-вот так. Я говорю, ну как, у тебя чувствительность-то лучше? А, ну да. Примерно так. Потому что чувствительность, она себе не улучшила, а, наоборот, хуже сделала. Региночка, становись сюда. Костя, а ты сюда. — Бегать не надо? — Нет, просто ходить. Бегать не надо, потому что в любом случае вот мы... Длинноносцы быстрее не дышат. Они... Все мы дышим с одинаковой скоростью. Вот представьте, вы — воздух, который проходит по носу. Вот, Регина, ты идешь к себе, берешь кеглю одну, с ней идешь обратно. А, Костя, ты то же самое делаешь. Ну, доходишь до своего. Скорость примерно одинаковая. И давайте посмотрим, кто впервые справится. Костя, не поддавайся. Ты можешь... Костя поддается. Да. Ну, вот видите, у Кости это получилось быстрее. А Регина пока ходит, но она же, смотрите, она же при этом еще и может пощупать. Пока Костя раз переложил, она идет с ним, да? Слушай, она еще и что-то это, ну, кеглю, да? Вот поэтому... Длинноносцы тормоза, но они могут поанализировать и переключать, поисследовать. Да, да. Совершенно верно. Причем вот длинноносцы с коротконосами, вот представьте, жена говорит мужу, прибей полочку на кухне, да? А муж начинает, типа, ну, для этого надо дрель взять определенного диаметра, да? Сверло купить. А дрель не подойдет, надо перфоратор, ведь стена все-таки, да? А жена такая думает, блин, бездельник какой-то, а ну, елки-палки, ну, че, че вот он на диване лежит? А он не лежит, он размышляет, что надо для этого сделать. А знаете, как это раздражает? Вот у меня нос сейчас вырос, а раньше был короткий. Я тоже очень раздражалась, вот эти вот длинноносы, как начинают. Уже вот эта поговорка, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Это сделали, придумали коротконосы, 100%. А горбинка, горбинка это чувство собственного достоинства. Если есть она, то человека никогда нельзя ломать, нельзя ему вот на его эго давить. А если прогиб есть, то человек может прогибаться. Это как вот в хиромансии. Большой палец, если он гибкий, значит, наверняка вот прогиб есть. Я вам только маленькую частичку айсберга. А вообще физиогномика, она столько вот, много всего нужно учитывать для того, чтобы анализировать. Вот нос это самое такое, знаете, самое первое, что можно оценить. Но все параметры, если собрать поедино, то тогда можно уже вот какой-то портрет составлять человека. Потому что бывает, что с длинным носом, но другие черты лица у него как раз вот, например, это лоб скошенный. Это вообще импульсивный психопат. Глаза, знаете, по глазам вообще интересная ситуация. Вот кто-нибудь видел Луну, когда она прямо над горизонтом висит? Вот я один раз увидела, она такая огромная. Боже, я не ожидала. Я ее вот в два раза, как минимум, она обычно, вот когда она наверху, она меньше. А вот прямо над горизонтом, если вам посчастливится увидеть, это вообще… Как блин масляный. Да, да, вот бывает. А на самом деле она к нам не приближается в этот момент. Это зрительный обман. Я, наверное, обратила внимание, что она вот такая. Да, да. Потому что когда объект рядом с другим объектом, он кажется больше. Когда он отклоняется, и они отдельно воспринимаются, этот объект становится визуально меньше. Представляете? И вот глаза, они постоянно нам все врут. Нос не врет, глаза врут. Поэтому имейте в виду. А у кого большие глаза, так человек вообще живет в воображении. У женщин глаза больше, и мы больше воображаем. Постоянно. Вот воображение – это главная черта женщины. Они даже увеличивают себе глаза. Для того, чтобы показать. У меня есть воображение. Как определить ложь? Ну, ложь, конечно же, определить очень сложно. Особенно у близких людей. Нужно, во-первых, чтобы у человека был мотив для того, чтобы нам соврать. И ложь – это всегда стресс. Но стресс не всегда ложь. Если человек испытывает дискомфорт, губы у него прячутся. А если человеку что-то нравится, то губы у него идут вперед. Ну, это такие микро-жесты. Когда вы вот общаетесь один на один, и вам клиент, ну, там, вы продавец, допустим, а вам клиент говорит – дорого. А у самого губа так вперед. Не верьте. Либо говорит – ну, я приду еще. А у самого губы спрятались – не придет. Ему дорого. Это самая подвижная, во-первых, часть лица. Нос он так не показывает. А глаза там тоже можно, но глаза, они более статичны, чем губы. Вот по губам определяйте ложь. Когда женщина вообще выщипывает брови, она таким образом разделяет вот эту вот зону, зону идей, идеалов своих, зоной действий. Она становится стервозной в какой-то степени. Она сама не знает, что хочет, но хочет. И сделай вот так, как я хочу. А как хочу, я не знаю. А вот здесь прямые и домиком? Домиком – стратегическое мышление. А прямые – это технический склад ума. А еще есть дуга. Дуга – это артистизм. Вот три вида бровей. Открытость верхнего века. Если века открыта, то человек может открываться. Он вот, общаясь с людьми, он открывается. С закрытым верхним веком они всегда закрыты. В профессиональном плане это правая века, а в личном плане это левая. А симметрия лица вот очень сильно проявляется в веках. Видишь, что человек в личном плане, например, открыт, а в профессиональном плане он замкнут. Только что вышел семинар, и замечательно оказалось, что лицо человека несет такое количество информации, и можно при общении эту информацию считывать, этим пользоваться. Для меня вот знания о физиогномике, это знания о внутреннем мире человека, они очень полезны и ценны. Я получила эту информацию на этом семинаре, чего я всем желаю. Ну вот, например, шрам, да, вот у меня на левой брови, прямо внутри, вот начинается просто, за брови не видно. Как раз мне 28 лет, и вот у меня тяжелый период начался, что с женой развожусь. Ну, она ушла, с ребенком уехала в другой город. Спасибо ей большое вообще, в принципе, за организацию таких учебных мероприятий, которые позволяют человеку познать себя и, в принципе, спроецировать это на окружающих. Наш успех строится от нашего умения строить диалог. А диалог нужно строить, понимая собеседника. Знаете, есть поговорка, сплетники говорят о других, зануды говорят о себе, а приятные люди говорят вам о вас. Вот для того, чтобы говорить о собеседнике, нужно учить физиогномику. Продолжение следует...